В прошлом году летом у Арины появился новый очим. Это был ее третий очим за довольно короткую детскую жизнь. Никто не винил маму Арины, но просто женщина хотела простого женского счастья и устраивала свою личную жизнь как умела, как могла. Но вот только умела она, видимо, не очень, иначе почему ей все время попадались не те мужики. А может, просто карма такая. Родной отец Арины смылся еще до ее рождения. Он был городской, в деревне его мало кто знал. Первого своего очима Арина не помнила, ей было около года, когда мама привела его в дом. Что-то там у них не заладилось, и они прожили совсем недолго. О втором Арина сохранила обрывочные воспоминания. Дядя Алик, кажется, его звали, или Олег. В целом он был хороший, покупал Арине сладости, но потом тоже куда-то делся. Арина уже была постарше, и теперь она часто спрашивала у мамы, как бывает спрашивают дети про своих родных отцов. Арина спрашивала за дядю Алика. Мам, а куда делся дядя Алик? Будешь много знать, скоро состаришься. Лишь через пару лет, когда Арина вынула из почтового ящика странное письмо, она догадалась, что дядя Алик сел в тюрьму. Вот так бывает в целом вроде человек неплохой, а в тюрьме. И вот как раз третий, который сыграл в жизни девочки и ее матери немаловажную роль, появился в прошлом году. Девочка не спрашивала у мамы, где она с ним познакомилась, потому что ей это было не очень интересно. Дядя Вадик оказался очень приветливым. Он не приходил к ним в гости, как Олег. Он просто сразу как пришел, так и стал жить у них дома. С виду вроде веселый, даже играл с Ариной. Дом у них был большой, вот там они и бесились вместе то в салочке, то в прятке. Потом вдруг откуда ни возьмись, появлялся шланг с водой, и они начинали поливать друг друга. Это было очень весело, особенно в жаркие дни. Мама смотрела на них из окна, и видно было, что она довольна. Она радовалась. «Ну ты и сам, как ребенок», — говорила мама Вадику, когда выносила ему полотенце. «Мужики не стареют», — отвечал он. И вдруг прямо из-за спины выставлял тот самый шланг, зажимал струйку пальцем и орошал маму душем. Она начинала визжать и смеяться, пытаясь вырвать у него шланг из рук. Все поливались снова, и во дворе от капель воды в воздухе появлялась настоящая радуга. Потом все вместе шли переодеваться и пить чай. Арина была так просто счастлива, что у нее появился такой очим. Они быстро подружились и вот уже вместе ходили и магазин, в лес и на рыбалку. Больше всего Арина любила ходить с дядей Вадиком на речку купаться. Они играли в воде, словно сверстники. Арина залезала к нему на плечи и ныряла, а он еще подпрыгивал, придавая девочке ускорение. На день рождения Арина попросила котенка. Мама принесла его с деревенской фермы, тамошняя кошка как раз недавно родила. Котенок был такой смешной, рыженький, словно кусочек солнца. Арина так и называла его «Солнышко». Котенок ходил везде за девочкой, и только дяде Вадиму он пришелся не по нраву. Все чаще они ругались с мамой из-за котенка, то он нагадит Вадиму в тапки, то сделает лужицу возле кровати. И главное дело, когда успевал то. Мама уже устала проверять, вот только что смотрела, ничего не было, и стоило лишь отвернуться, как готово дело. Вадим уже кричит. Арина, следи уже за своим засранцем. Но больше всего Вадима раздражала кошачья шерсть. Солнышко был довольно пушистым, шерсть у него была длинная и извилистая, то есть спутать ее с чем-то было просто невозможно. И она обязательно попадалась именно Вадиму просто везде. Если садились обедать, то у Вадима в тарелке с супом обязательно была волосяна от солнышка, если пили чай, то волосяна была не где-то, а в кружке у Вадима. Словно бы кот ходил только вокруг его посуды, ну или кто-то специально подсовывал их Вадиму. Мама уже даже стала ненароком думать на дочь, но ведь они так дружны с Вадимом. В общем, Вадим уже практически ненавидел этого кота, причем никакой аллергии у него ни котов не было, просто он терпеть не могу конкретно этого кота. Мать разрывалась буквально между двух огней. Она понимала, утрата кота будет просто ударом для Арины, но и Вадим тоже держался уже из последних сил. Все разрешилось буквально в одну секунду. Арина и Вадим по обыкновению ушли купаться на речку, что-то довольно долго их не было. Мама стала беспокоиться. Вуд уже начала смеркаться. Они никогда так долго не задерживались. Она собралась и пошла их искать. Ну гулики, думала мама, вот держитесь у меня. Заигрались в воде и на время не смотрят даже. Найду, обоим надаю, думала она. Когда она подходила к пляжу, то еще издали увидела фигуру Вадима, сидящего на песке на корточках. Он обхватил руками голову. Что там с ними такое? А где Арина? Подойдя ближе, у мамы похолодело все внутри. Девочка лежала на песке перед Вадимом. Мать бросилась со всех ног. Она кричала, упала на колени и стала трясти Арину, но девочка была словно тряпочка. Она была мокрая и холодная и не подавала никаких признаков жизни. Я. Я ничего не мог делать, прости. 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 Кричал Вадим в истерике. С его слов Арина, как обычно, нырнула с его плеч, но поскользнулась и пошла как-то боком. Девочка долго не выныривала, видимо ударилась головой о камень или одно. Когда он ее нашел и вытащил на берег, то было уже поздно, ничего не помогало. Он делал ей искусственное дыхание, но все было напрасно. Арину хоронили в белом наряде, как в саванне. Два дня она лежала в гробу дома. Котенок словно что-то чувствовал, он постоянно запрыгивал к ней в гроб и укладывался спать в ногах. Вадиму надоело его сгонять. В какой-то момент он схватил котенка за шиворот и выбежал с ним из дома. Вадим отправился к ветеринару. На ферме был молодой ветеринар Степан. Сунув ему кота, Вадим сказал, усыпи эту тварь, он меня достал. Степан взял котенка и куда-то ушел. А в скором времени вынес бездыханного котенка Вадиму. Что? А мне-то он зачем не понял, Вадим? И мне без надобности. Мы не утилизируем животных, ответил ветеринар. Вадим забрал котай, вернувшись домой, кинул его в гроб Арине под покрывало со словами «Забирай своего засранца». Туда вам и дорога обоим. Что ты сказал? Переспросила мать. Я. Говорю, не скучно будет вместе, ответил Вадим. Мне послышалось совсем другое. А что ты сделал с солнышком? Спросила мать, когда заглянула в гроб. Усыпил. Достала его шерсть повсюду, ответил Вадим. Мать была просто убита горем. От потери дочери ей было все равно, что там с котом. Арину похоронили на третьи сутки, как положено. А ночью из ее могилы стало доноситься мяуканье, но по ночам на кладбище нет никого. Никто не мог услышать, как надрывается под землей котенок, которого усыпили. А если бы кто-то слышал, то преждевременная седина была бы гарантирована любому. И вдруг из леса на деревенское кладбище выли волки, их было много. Они услышали жалобный плач котенка. Волки, не жалея своих лап, откапывали могилу. Когда крышка гроба была уже удалена, в гробу оказался орущий котенок и Арина. И Арина была жива. Она была очень напугана. Представляете состояние ребенка, когда он просыпается или приходит в себя в гробу. Она испуганно смотрела на волчьи морды, испачканной землей. Какого же было удивления Арины, когда среди волчьих морд она увидела лицо ветеринара Степана. Оказывается, он управлял волками. Молодой ветеринар специально устроился в деревню, чтобы провести эксперимент. Он писал диссертацию по приручению диких животных. Арина была знакома со Степаном, они часто разговаривали о животных, когда она приходила на ферму к матери. Степан протянул ей руку и вынул ее из гроба. Степан пожалел солнышко, когда Вадим приволок его на усыпление. Степан решил дать котенку второй шанс и просто вколол снотворное. Решил, что Вадим выкинет его на помойку, хоть проспится и найдет себе других хозяев, а тут вот как оказалось. Оказалось, что Степан не только котенка спас, а спас еще и Арину. Это все подстроил Вадим. Он давно задумал избавиться от девочки. Он только притворялся, что подружился. На самом деле он ее ненавидел и только втирался в доверие. Арина не утонула в воде, он накачал ее снотворным, она просто уснула прямо в воде. Степан посадил девочку у себя дома и направился к Вадиму домой, прихватив котенка. «Не ваш котик плакал на кладбище?» – спросил Степан. Увидев кота, которого он лично положил в гроб в Карине, чтобы убить двух зайцев, избавившись от девочки и избавиться от ненавистного питомца, Вадим во всем признался. Степан стал навещать Арину и Солнышко. Через год он стал уже четвертым и последним отчимом Арины. Такие вот сюрпризы преподносит нам судьба. Вадима хотели посадить, но так и не нашли. Поговаривают, что в той могиле, которую он уготовил для девочки, лежит он сам, но проверять почему-то никому не хочется. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.